Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии. Тема нашего урока – нуклеиновые кислоты, липиды, АТФ и другие органические соединения клетки. Сегодня на уроке мы продолжим знакомство с органическими веществами клетки. Рассмотрим биологические полимеры нуклеиновые кислоты, познакомимся с органическими молекулами, липидами и поговорим о АТФ и других органических веществах клетки. Нуклеиновые кислоты – это высокомолекулярные органические соединения живых организмов, которые осуществляют хранение, передачу и воспроизведение наследственной информации. В ДНК любой клетки закодирована информация о том, какие белки и в какой последовательности будут синтезироваться, а значит, какие признаки и в какой момент жизни будут развиваться. Нуклеиновые кислоты хорошо растворимы в воде, практически нерастворимы в органических растворителях, очень чувствительны к действию температуры и критическим значениям уровня PH. Нуклеиновые кислоты были выделены впервые швейцарским врачом и биохимиком Фридрихом Мишером между 1869 и 1871 годами. В последствии было установлено, что в природе существует два вида нуклеиновых кислот, дезоксирибонуклеиновая ДНК и рибонуклеиновая РНК. Различие в названиях объясняется тем, что молекула ДНК содержит пятиуглеродный сахар, дезоксирибозу, а молекула РНК – рибозу. В настоящее время известно большое число разновидностей ДНК и РНК, отличающихся друг от друга по строению и значению в метаболизме клеток. Структура молекулы ДНК была установлена в 1953 году Моррисом Уилкинсом, Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком в Англии. Это фундаментальное открытие позволило понять механизм удвоения репликации нуклеиновых кислот. В современной науке известно, что нуклеиновые кислоты – самые крупные из молекул, образуемых живыми организмами. Их молекулярная масса может быть от 10 тысяч до нескольких миллионов углеродных единиц. Так как наиболее высокое содержание нуклеиновых кислот обнаружено в ядрах клеток, то они получили свое название от латинского nucleus – ядро. Нуклеиновые кислоты есть и в цитоплазме, и в целом ряде органоидов – митохондриях, пластидах. Нуклеиновые кислоты являются биополимерами, состоящими из мономеров – нуклеотидов. Молекула каждого нуклеотида состоит из фосфатной группы, пятиуглеродного сахара пентозы и азотистого основания. В 1953 году американским биохимиком Джеймсом Уотсоном и английским физиком Фрэнсисом Криком была предложена модель пространственной структуры ДНК. Согласно этой модели молекула ДНК имеет форму спирали, образованную двумя полинуклеотидными цепями, закрученными относительно друг друга и вокруг общей оси. Дальнейшее изучение детальной структуры ДНК показало, что молекула обладает значительной конформационной свободой. В результате были открыты несколько различных конформаций двухцепочной молекулы ДНК. Молекула ДНК имеет сложное строение. Она состоит из двух цепей, которые закручены спирально и соединены водородными связями друг с другом по всей длине. Такая структура свойственна только молекулам ДНК и называется двойной спиралью. Каждая цепь ДНК представляет полинуклеотид, состоящий из нескольких десятков тысяч и даже миллионов нуклеотидов. Дезоксирибоза одного нуклеотида соединяется с остатком фосфорной кислоты другого нуклеотида ковалентными связями. Азотистые основания, которые располагаются по одну сторону от образовавшегося остова одной цепи ДНК, формируют водородные связи с азотистыми основаниями второй цепи. Спиральные молекулы двухцепочной ДНК, азотистые основания находятся внутри спирали. Полинуклеотидные цепи молекулы ДНК могут быть разделены только после раскручивания спирали. В двойной спирали ДНК азотистые основания одной цепи располагаются в строго определенном порядке против азотистых оснований другой. Между аденином и тимином всегда возникают две, а между гуанином и цитозином три водородные связи. Азотистые основания одной из цепи соединены с азотистыми основаниями другой цепи водородными связями согласно принципу комплементарности. Аденин соединяется только с тимином, гуанин только с цитозином. Пары нуклеотидов аденин и тимин, а также гуанин и цитозин строго соответствуют друг другу и являются дополнительными или комплементарными. От латинского комплементум – дополнение. С помощью четырех типов нуклеотидов в ДНК записана вся важная информация об организме, передающейся по наследству последующим поколениям. Структура каждой молекулы ДНК строго индивидуальна и специфична, так как представляет собой кодовую форму записи биологической информации, генетический код. Диаметр молекулы ДНК – 2 нанометра. Шаг спирали – 3,4 нанометра. Каждый виток спирали содержит 10 пар нуклеотидов. В основном молекулы ДНК располагаются в ядрах клеток. Незначительное количество их содержится в митохондриях и пластидах. Строения молекул РНК во многом сходны со строением молекулы ДНК. Однако имеется и ряд существенных отличий. Молекулы РНК значительно короче ДНК. В молекуле РНК вместо дезоксирибозы в состав нуклеотидов входит рибоза. Азотистое основание тимин в составе РНК заменяется на урацил. Главное отличие от ДНК состоит в том, что молекула РНК представляет собой одну цепь. Однако ее нуклеотиды способны образовывать водородные связи между собой, благодаря чему каждая молекула РНК имеет уникальную природную структуру. Молекула РНК может содержать от 75 до 10 тысяч нуклеотидов. В зависимости от величины молекул локализации в клетке функции различают три вида РНК. Матричные РНК или информационные РНК и РНК. Транспортные ТРНК. Рибосумные РРНК. Матричная или информационная РНК – это вид РНК, открытый в 1961 году французскими генетиками Франсуа Жакобом и Жаком Моно. Она составляет всего от 2 до 5 процентов от общего количества РНК клетки. Эта РНК не имеет жесткой специфической структуры, и ее полинуклеотидная цепь образует изогнутые петли. В нерабочем состоянии матричная или информационная РНК собрана в складки, свернута в клубок, связана с белком, а во время функционирования цепь расправляется. Матричные или информационные РНК синтезируются на матрице ДНК в ядре, передают информацию о структуре белка из ядра клеток рибосомам, где происходит процесс реализации этой информации. Рибосомные РНК. На долю этого вида РНК приходится более 80 процентов от всей массы РНК клетки. Она входит в состав рибосом. Роль рибосомальной РНК состоит в формировании активного центра рибосомы, в котором происходит синтез белка. Транспортные РНК являются самыми небольшими по размеру РНК, состоящими из 70-100 нуклеотидов. Этот вид РНК синтезируется в ядре на матрице ДНК, а затем сквозь поры в ядерной оболочке выходит цитоплазму. Он составляет около 10 процентов всей клеточной РНК. Основная функция транспортной РНК – транспорт и установка аминокислот при биосинтезе белка. Каждая транспортная РНК присоединяет только определенную аминокислоту и транспортирует ее к месту сборки полипептида в рибосоме. Таким образом, различные типы РНК представляют собой единую функциональную систему, направленную на реализацию наследственной информации через синтез белка. Рассмотрев нуклеиновые кислоты, предлагаю продолжить знакомство с органическими молекулами. Итак, липиды. Большинство из них неполярны, поэтому нерастворимы в воде. Зато липиды хорошо растворяются в органических растворителях – эфире, бензине, бензоле, хлороформе. Липиды входят в состав тканей человека, животных и растений. В больших количествах липиды содержатся в головном и спинном мозге, печени, сердце, подкожно-жировой клетчатке. Концентрация их в нервной ткани – 25%, а в других клеточных и субклеточных мембранах – до 40%. Содержание липидов в разных клетках варьируется от 2-3% до 50-90%. В клетках семян некоторых растений, например, подсолнечника и жировой ткани животных содержится до 90% липидов. Из разных природных источников удалось выделить более 600 жиров. 420 из них – растительные, и чуть более 180 – животные. Молекулы жира обладают большой энеркоемкостью по сравнению с углеводами. Например, при окислении одного грамма жира до конечных продуктов – воды и углекислого газа – выделяется в два раза больше энергии, чем при окислении того же количества углеводов. Чтобы жиры освободили энергию, необходимо достаточное количество углеводов и кислорода. При сильном взбалтывании с водой жидкие или расплавленные жиры образуют более или менее устойчивые эмульсии. Природной эмульсией жира в воде является молоко. Жиры находятся в организме либо в форме протоплазматического жира, жира, являющегося структурным компонентом протоплазмы клеток, либо в форме так называемого резервного или запасного жира, откладывающегося в жировой ткани. Избыток поступления в организм жиров с пищей приводит к ожирению. Кроме увеличения массы тела, уменьшения подвижности и изменения внешнего вида, ожирение негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, ухудшает состав крови, приводит к риску инсульта и способствует развитию атеросклероза и шимической болезни сердца гипертонии. Проблемы, связанные с ожирением, стоят на первом месте в мире по количеству смертельных случаев. В свою очередь, нехватка жиров в пищевом рационе человека ухудшает состояние кожи, задерживает развитие растущего организма, угнетает работу репродуктивной функции, негативно влияет на работу нервной системы и мозга. Рациональное употребление липидов в пищу позволит не испытывать проблем, связанных с дефицитом или избытком их в организме. Выделяют следующие группы липидов. Триглицериды или нейтральные жиры являются наиболее распространенными и простыми липидами. Молекулы нейтральных жиров состоят из трехатомного спирта глицерина и трех остатков высокомолекулярных жирных кислот. Нейтральные жиры – главный источник энергии для клеток. Они поступают в наш организм с пищей, синтезируются в жировой ткани, печени и кишечнике. В этой группе липидов выделяют жиры, остающиеся твердыми при температуре 200 градусов Цельсия, и масла, которые при такой температуре плавятся. Воска – это группа жироподобных твердых веществ по химической природе. Это, как правило, сложные эфиры, образуемые жирными кислотами и многоатомными спиртами. Третья группа липидов – фосфолипиды. В их молекулы один или два остатка жирных кислот замещены остатком фосфорной кислоты. Фосфолипиды – основной компонент клеточных мембран. Рассмотрим функции липидов. Энергетическая и запасающая функции. При окислении одного грамма жира выделяется 38,9 кГц энергии, которая идет на образование аденозин-трифосфата. Энергетическая ценность жира приблизительно равна 9,1 ккал на грамм. Таким образом, энергия, выделяемая при расходовании одного грамма жира, приблизительно соответствует с учетом ускорения свободного падения. Поднятие груза массой 3900 кг на высоту 1 метр. В форме липидов хранится значительная часть энергетических запасов организма, которые расходуются при недостатке питательных веществ. Например, животные в состоянии анабиоза могут на протяжении длительного времени использовать запасы накопленного жира. Липиды в семенах растений обеспечивают развитие зародыша и пророска до начала его самостоятельного питания. Семена растений с большим содержанием жиров используют для изготовления растительных масел подсолнечного, рапсового, пальмового и других. Липиды являются также источником образования метаболической воды. Окисление 100 г жира дает примерно 105 г воды. Накопленный в горбу жир позволяет верблюду обходиться без воды в течение 10-12 суток. Впадающие в спячку медведи и сурки тоже используют метаболическую воду. Структурная функция липидов заключается в том, что они вместе с белками являются строительным материалом клеточных мембран. Фосфолипиды, липопротеины, гликолипиды, холестерин, нерастворимы в воде, благодаря чему сохраняется целостность и избирательная пропускная способность клеточной мембраны. Например, воск используются пчелами в строительстве сот. Регуляторная функция. Многие производные липидов, например, гормоны, витамины А, Д, Е, участвуют в обменных процессах, происходящих в организме. Защитные и теплоизоляционные функции. Слой подкожного жира и жировая прослойка, образующиеся вокруг некоторых внутренних органов, защищают их от механических повреждений. Благодаря низкой теплопроводности слой подкожного жира помогает животным сохранить тепло, что немаловажно для обитателей северного климата. Жир имеет меньшую плотность, чем вода, и у водных млекопитающих, например, у китов, подкожный жировой слой способствует плавучести. Воск покрывает кожу, шерсть, перья, делает их более эластичными и предохраняет от влаги. Восковой налет защищает листья и плоды многих растений. В любой клетке, кроме белков, жиров, полисахаридов и нуклеиновых кислот, насчитывается несколько тысяч других органических соединений. Их можно условно разделить на конечные и промежуточные продукты биосинтеза и распада. Особо важную роль в энергетике клетки играет адениловый нуклеотид, состоящий из азотистого основания аденина, углевода, рибозы и трех остатков фосфорной кислоты. Это вещество называют аденозинтрифосфорной кислотой, АТФ или аденозинтрифосфатом. АТФ содержится в цитоплазме, митохондриях, пластидах и ядрах клеток. АТФ неустойчивая структура. В химических связях между остатками фосфорной кислоты молекулы АТФ запасена энергия, которая освобождается при отщеплении фосфата. При этом выделяется до 40 кГц энергии. В этой реакции образуется аденозиндифосфорная кислота, АДФ, и фосфорная кислота, фосфат. При отщеплении второго фосфата АДФ переходит в аденозин монофосфорную кислоту АМФ и выделяется еще около 40 кГц энергии. Энергию АТФ все клетки используют для процессов жизнедеятельности. Биосинтеза белка, движения, производство тепла и электричества, например, у электрических скатов, передача нервных импульсов, свечений, например, у люминесцентных бактерий. Таким образом, молекула АТФ является универсальным биологическим аккумулятором энергии. Световая энергия Солнца и энергия, заключенная в потребляемой пище, запасаются в молекулах АТФ. Конечными продуктами биосинтеза являются регуляторные и сигнальные вещества. К их числу относятся многие гормоны животных и растений. Гормоны тревоги или стресса, например, адреналин. Адреналин в условиях напряжения усиливает выход глюкозы в кровь, что в конечном счете приводит к увеличению синтеза АТФ и активному использованию энергии, запасенной организмом. Конечным продуктам биосинтеза также принадлежат витамины, биологически активные вещества, синтезирующиеся в организме или поступающие с пищей, которые в малых количествах необходимы для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма. Большинство известных витаминов в клетке становятся составными частями ферментов и участвуют в биохимических реакциях. Суточная потребность человека в каждом витамине составляет несколько микрограммов. В настоящее время известно около 20 различных витаминов. Установлена их химическая структура. Это дало возможность организовать промышленное производство витаминов не только путем переработки продуктов, в которых они содержатся в готовом виде, но и искусственно производство витаминов путем их химического синтеза. В завершении урока я предлагаю вспомнить основные моменты, которые мы рассмотрели в ходе урока, сформулировать их в виде тезисов, утверждений и сделать это вы должны самостоятельно. Ребята, обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. До свидания, ребята. Увидимся на следующем уроке.